Да, деваться некуда, но хорошо, скажите, спросите, если уж ошибусь, но давайте попробуем сделать что-то. Всё, это нормальная попытка занять какую-то руководящую должность. Но никогда вы стараетесь сами её занять. Это тоже ошибка. У вас наглядный пример, колоссальный сейчас, когда все лезут подержаться за руль в помощь государству, обществу, миру. И что от этого получается? И руль весь исцарапан, и сломан, и списан уже, покрыт какими-то непонятными цветами, оттенками. Друг друга перебили у этого руля, и все пытаются окрухнуть в какую-то сторону. И так счастья никто не достигнет, никто не прибудет в нужную какую-то величайшую, удивительную чистую страну такими методами. Поэтому как бы ни с этим рулём не боролись, друг у друга вырывая его из рук, ничего хорошего не будет. Потому что это принципиальная ошибка. Она не должна привести к благу. Вообще, в принципе, это не должно привести к благу. Поэтому какие бы лозунги, кто-то мне оставлял действия таким образом, как я сейчас уже обозначил, не будет блага. Его не может быть. Оно совсем в другом направлении. И совсем по-другому, куда надо двигаться. Тут нужен не принцип зверя. Как живут люди. А это выживание. А это попытка повести, громко доказать, блеснуть чем-то, скоординировать движение, стать руководящей, занять должность. И, как правило, добиться этого разными методами. Это ошибка. Хорошего не будет. Будет, как всегда. В какой-то момент лучшее достижение будет, в какой-то лучшее. Но, в принципе, это ошибочный путь. Все совсем должно быть по-другому. Должен подход быть совершенно не звериный. Не в попытке доказать. Когда вы уже созрели, вы сами начнете убирать. И убирать без всяких доказательств. По многим нюансам, которые вы будете чувствовать, видеть, ощущать, понимать. То есть у вас должен быть совсем другой критерий в ребра. Сформироваться. Но для этого надо очень многое перестроить. Так что научитесь. Не переживайте того, что что-то, которое вам хотелось бы донести ближним, они этого не видят. Нормальное, обычное условие, которое на самом деле не должно вас расстраивать. Расстраиваетесь, у вас неверный взгляд на происходящее. Принципиально неверный. То есть вы сохраняете, значит, тот взгляд, которым пользуется весь мир на этой планете. То есть принципиально ошибочный взгляд на происходящее. Меняйте его. Поэтому я поставил перед вами задачу, которая выглядит интересно вам. приятно слушать многое. Но она колоссальную сложность несет. Оно поменяет принцип. Весь принцип вашего восприятия реальности. Это то, на что вы в крови настроены воспринимать как-то происходящее, каким-то образом. Я буду менять все это. То есть все начнет в противоречие входить. И пока вы будете хранить что-то из вам знакомого, вам, вам будет сложно сделать мое. Вы все время будете попадать в какой-то конфликтность, у вас не будет ничего получаться. И вы будете удивляться, что ж такое, у вас хороший замысел. Не будет получаться потому, что вы пытаетесь добиться своего. Не того, что я даю, а то, что вам привычно. То, что вы видите правильным. Поэтому, чтобы мое сделать, чтобы наполниться моим, заполнить меха, которыми вы являетесь, только моим, вам надо пойти в помойное ведро, выплеснуть все то, что вы имеете. Пушатам этому цена. И наполняйтесь моим на здоровье. Но пока вы храните свое, какую-то часть в этих мехах, я не наполню больше. Только ту часть, которую вы позволите наполнить. И все. Остальное все будет конфликтовать, но вы не сможете остальное предоставить. Потому что вы храните свое. Вот она колоссальная сложность. И все будет зависеть от вашего доверия. Это нельзя заставить взять. Какими бы молниями я не тряхнул на блоках, не получится сделать верующими остальных, извините, тех, кто не дозрели в управлении этого. Мне нужны те, кто сами поняли, что они больны, что они нуждаются в исцелении, и что им нужен именно этот конкретный доктор. Они должны это ощутить. Вот тогда и есть смысл что-то с ним делать. С остальными не получится. У остальных будет другая совсем задача старения. Делать что-то, что посильнее им в тех условиях. У них тоже будут свои какие-то задачи стоять. Свой выбор стоять. И это будет то, что от них на тот момент ожидается. На этот момент. Но туда этому не дашь. Так что такая же параллель где-то она и касается вас. Вы должны только понимать, что вашу идею примут те, кто к вам дозрели. Сумели вместе ваши выбрать? Хорошо. Значит, более-менее вы уже созрели. Если большинство выбрали, значит, большинство как-то уже созрело к вашей идее. Интересно. Значит, кое-что вы сможете сделать. От вас большинство не смогли выбрать? Все. Ну, нет этого большинства. Либо оно просто пока еще неправильное в чем-то. Допустим, ошибку. Либо просто еще эти люди не совсем дозрели к этому. Они не смогут все равно это сделать. Ну, ладно. Не получится. Хорошо. Делать то, что. Ну, что еще тогда? Какие еще идеи есть? Такие. Давайте эту идею попробуем. Ага. Проголосовали большинство. Замечательно. Давайте делать. Все. Все попробуем с готовностью. Вы рядом. Вы чувствуете плечо друг друга. И может быть, вам и кажется, что это неверная идея. Но вы прежде всего цените то, что вы рядом. И будете делать эту, возможно, ошибочную ситуацию. А может, она и не ошибочная. Вы тоже себе должны это проговаривать, что ошибка, в вашем взгляде, вполне вероятно. Поэтому находиться в полной, сохранять полную категоричную уверенность, что там ошибка, вы правильно думаете, это уже ложная позиция личная. Неправильно. Это эгоистический взгляд. Он ошибочный. Он мешает бы духовному выжить. Поэтому запускайте всегда, что ваш взгляд, как бы он ни казался вам интересным, что он вполне может быть ошибочным. Вот тогда у вас открывается возможность более-менее объективно оценивать что-то новое. Но если вы четко держитесь за свою правду, которую придумали, и которую чувствуете как будто бы всем сердцем, что это правильно, когда, если вы за это зацепитесь не сдвигаемо, вы слабы. Духовно вы неотзаемызначите. То есть у вас ошибочная позиция. Так нельзя делать. Правда, все равно будет торжествовать. Никуда вы от нее не дейтесь. Истина все равно вас торжествует. Но никогда вы ее заставите видеть других. Нет, она сама по себе встанет на свое место. Вы просто научитесь общаться друг с другом. По-доброму, с доверием общаться. Ничего не навязывая друг другу, не пытаясь быть руководителями, не пытаясь быть наставниками. То есть следите за своей речью, наставляете вы ближнего, или просто делитесь каким-то взглядом. Делитесь, хорошо. Ну, поделились, это же не значит, что тут же он подпрыгнул, побежал радоваться, как здорово, какую мудрость ему показали. Нет. Он может увидеть, может не увидеть. Да и неважно. Вы поделились все, вы сделали свое дело. Как дозреть до чего-то? Оно изменится вокруг. Не дозрелый, не будет меняться. Пускай они меняются, нормально все идет. Еще раз возвращаюсь, завершая опять эту, всю нашу встречу, учитесь общаться. Не навязывайте ничего. С улыбкой, по-доброму, относитесь к другим взглядам. Учитесь узнавать через эти другие взгляды другого человека. Потому что вы увидите какой-то нюанс, который характерен именно этому человеку. У другого будет другой оттенок. Познакомьтесь с ним, узнайте его взгляд. Вы познакомитесь с другим взглядом, какими-то новыми оттенками для себя. Будете узнавать разнообразие такого происходящего. И учиться с каждым общаться с учетом этих оттенков. Тогда вы становитесь покладисты в общении. С вами проще разговаривать. Не начинаешь напрягаться, не надо возникать ощущения, не ощущения не возникает, что-то вам доказывать или защищаться от вас. С вам будет приятно и комфортно общаться. Потому что вы учитываете нюансы человека и настраиваетесь на его оба отобщения. Вот этому надо учиться делать. Вот самая главная ценность. Вот когда вы это будете выстраивать, ну, у вас вообще компания будет, ну, не разлей подал. Вы самые дорогие будете. Всегда встречаться будете с улыбками. Будете очень друг друга близко ощущать. Будьте как одно родное целое. Вот таким родным целым вы преодолеете любые сложности, какие бы ни были на вашем пути. Вы вместе так сможете пройти многое. А сейчас, я бы сказал, по всей видимости, по всей видимости, не могу так что-то утверждать, но не моя эта область, но по всей видимости, как мне, смотрю, происходит, ну, где-то как будто бы достигли какой-то пиковой ситуации. в этом сложности могут разогнаться с невероятной широтой, масштабом. И от того, как вы к этому пришли, как вы сейчас друг за друга зацепитесь и будете относиться, сейчас будет очень многое решаться в вашей жизни уже так достаточно существенно, даже глобально. Так что будьте верующими по-настоящему, учитесь духовность воспринимать грамотно, а значит, смотрите повнимательнее друг на друга и не тащите друг на друга в какую сторону. Просто идите и помогайте друг другу. И вы мало-помалу, хотя и будет казаться, что вы как будто бы тяготеете эти разные стороны, вы пойдете в одно направление. Со временем вы пойдете в одно направление. Неизбежно. Но пока вы имеете особенность взяться за работу как лебед, рак и щука, вы тащите в разных направлениях. Это просто специфика накопленного опыта. Вы постоянно тяготеете к разделению, к обособлению. Это эгоистическая фишка, которая утверждена во всем мире и тысячелетиями укрепляется. Поэтому вас, чтобы собрать воедино, вас надо пугать, придумывать разные законы, создавать какие-то фишки, связанные со словом патриотизм, чтобы как-то вас объединять вместе, как-то заставлять вас быть вместе в одной стае, которая должна защищаться от других стаи. То есть вам создается образ, который вынуждает вас как будто бы объединяться. Но это дикий закон, это подход звериный. Но вы же вроде бы люди, значит, вас что-то объединять должно. Не звериное, не инстинкт, не эгоизм должен вас объединить, а сердечное ощущение, чувство, что вы родные, вы дети одного родителя. Вот вас должно объединить это. Поэтому вы прежде всего даете осознать себя как человека на этой земле. Не то, что вы русский, не то, что кто-то украинец, не то, что кто-то там грузин, кто-то еще кто-то. Неважно, говоря о национальности, вы неизбежно противопоставляете себя кому-то. Вы человек. И если вы скажете себе, да я человек, кому вы можете противопоставить в таком случае себя? Только зверю или еще кому-то, не человеку. Именно не человеку. У человека не может возникнуть такого желания вам противодействовать. Человек, а он тогда кто? Он тоже готов будет согласиться, он же тоже человек. Но как только вы начнете переключаться на какие-то эгоистические окраски, вы уже будете входить в ситуацию разделения друг с другом. Поэтому вот это уметь осознать, это единство, ощущение единства очень важно. И соответственно, положить правильное к этому усилие. Поэтому вы объединиться должны, любя друг друга, проявляя готовность перед полезными друг другу. И не ожидайте, будет вам полезно приезжать или нет. Вы не можете жить по-другому, кроме как стремиться перед полезными. Вот это самое главное, что вас должно вести. А значит, чтобы оказаться полезным одному, другому, третьему, тысячному, надо понять особенности этого человека и сделать полезное что-то с учетом этих особенностей, а не потому, что вы считаете. Вот так ему будет полезно. Не учитывая его нюансы, просто вы увидите и вам кажется вот так. Вот тебе вот так будет полезно. Бери. Не хочешь, значит, иди отсюда. Это будет эгоистичный, глупый подход. Каждый будет нуждаться в какой-то своей форме полезности. Не одинаковые все. А свои. С каким-то деткам не повторяем. Который больше нигде не потребуется повторять. Вот и узнавайте друг друга. Соединяйтесь друг с другом в это единое настоящее. Не животную стаю, а человеческое сообщество, как одна семья. Ну все. Желаю вам счастья. Друзья, успокойтесь. И пробуйте делать тихо, тихим сапом свое доброе дело. Ничего не доказывает никому. Вот тогда я почувствую ваше единство. Поэтому еще раз повторюсь в этот момент, что вы имеете склонность разделиться в разные стороны пойти. Вы просто имеете это в основе. Вам надо перестать этого бояться сейчас. И сконцентрироваться на том, что я вам даю. Поэтому успокойтесь. Ничего друг другу не доказывайте. Хотя будет казаться, ну как же, все же по-другому смотрят и в разные стороны потащат. Да, вы будете склонны иметь возможность потащить в разные стороны. Но если вы начнете правильное усилие прилагаться, вы в конечном итоге хотите того, не хотите, как бы так, понимаете, не понимаете, вы невольно пойдете в одном направлении. Потому что основа у вас одна и та же заложена. И принципы одни и те же заложены. Вы просто их усложнили эгоистическими взглядами на жизнь. Слишком много ложных сформировали фишек, разных установок, и они вас делят друг с другом. Это все должно потихонечку отмереть. Посредством того, вот этих направлений, которые я вам сегодня еще раз обозначил. умение правильно общаться, а у вас все это лично пойдет. Вы начнете двигаться в одном направлении. Со временем. Не сразу. Но это должно пройти естественно. А не когда проявится какой-то гений средь вас и так умело организует этот труд. И прямо так он будет гореть, все он поведет за собой, знамя схватит, большое руку. Это все революционно, эти все глупости надо забывать. Все будет нормально, но по-другому, не так вам знакомо. Все новое на самом деле. Хоть и говорю знакомые фразы, какие-то знакомые образы, но они порой вам кажется знакомыми и приятными, потому что вы где-то внутри уже к этому созрели. Поэтому вы и откликаться начинаете чувственно на все, что я вам говорю. Но на самом деле я открываю то, чего у вас нету. Вы к этому еще прийти должны. Вы имеете что-то в этом отношении, но оно нуждается в сильнейшей еще огранке дополнительной. Много деталей, но надо вам уснуть, чтобы все, что вы имеете, оно действительно расцвело нормально и помогло вам нормально развиваться дальше. Жить хорошо. Ну все. Все. Идите, гуляйте, работайте. Ладно. Счастья, друзья мои. До встречи. Субтитры сделал DimaTorzok. 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 ДимаTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. 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 позицию начинаете занимать а почему им надо всем сделать даже если вы правильно что-то говорите вовсе не означает что ему до всем это все сделать вовсе не означает она как будто бы было хорошо но не сделать это могут только в одном случае когда не готовы это да что им сказать будьте готовы они русским как пионеры всегда готовы что-то сказать что они стали готовы этого нужны годы время какое-то чтобы они постепенно стали готовы видеть эту ошибку свою и вспомнить она нам же говорили мысль она действительно верная была а мы что-то прошли обилие то есть какое-то переосмысление должно произойти в жизни но нельзя задаваться ей да как же сделать чтобы они все увидели мою правду что я хочу правильное что я хочу хорошее они не делают только потому что тоже видят что-то свое хорошее и правильное но удивляются почему ты не понимаешь их у них есть что-то свое и они тоже где-то внутри смущение почему же никак тебе не удается увидеть их правду а ты удивляешься почему не твою правду не видишь вы стоите на самом деле в равных условиях тут нет подсказки что именно надо сделать чтобы ваша личная правда всеми одинаково нормально воспринялась и все сделали как вы хотите нельзя подсказать все просто ты будешь хотеть что-то хорошее они тоже все находятся в ситуации что хотят что-то сделать как можно лучше но ваше умение в виде не настолько разнообразно что сюда нельзя будет дополнительно вмешиваться кому-то и заставить как-то сделать потому что заставить как сделать это значит поставить какую-то часть людей в ситуацию где не вынуждены это сделать хотя не видят это правильно но они должны быть вынуждены это сделать потому что кто-то старший пришел сказал нет давайте делаем так тоже будет не всегда верно но допустимый вариант но нежелателен чтобы злоупотребляли поэтому вы поставлены в условиях всем в семьях своим когда я жду от вас умение договариваться умение общаться и где вы принимаете решение совместно естественно подразумевая что она не всех одинаково будет отзываться внутри но принять при этих условиях вы должны решение сами это и есть урок очень важный урок и естественно это решение не вызовет одинакового удовольствия всех оно и не должно было вызвать но принять то что вы его должны с готовностью все с готовностью с улыбкой с какой-то даже внутренней песней смеете сделать это будет говорить о очень уже достаточно высоком качестве вашего духовного развития значит молодцы уже можно вас поздравить с очередным этапом какого-то достижения но если вы тормозите спорите и переживаете очень сильно это это ошибка это неправильное понимание происходящего то есть вы все по-разному видите ситуацию и вот находясь в условиях где одно и то же действие вы видите по-разному перед вами ставится задача принять одно решение для всех и всем с готовностью это попробует сделать максимально прилагая усилия вот домашнее задание очень непростое если оставить в мире там скандалы драки поливать друг друга с кружки водой будут в лицо друг другу там все что угодно можно увидеть у вас это не должно быть сделано вы верующие вы стали вроде бы на правильный путь и ненужные подсказки услышали значит именно такую непосильную для других задачу вы должны сделать интересно и улыбнуться и всем устремиться сделать совместно принятое решение с улыбкой с готовностью сделать максимально интересно насколько это возможно в этих условиях сумеете я поздравлю вас с очередным этапом достижения молодцы скажу но когда я вижу вы так спорите неверно осознаете происходящее не получится выдвинуть так мысль чтобы все сказали о гений молодец вот надо же мы столько кумекали тут такая мысль удивительная просто но тогда а тогда если вы такой гений тогда вам и у меня тут делать нечего я видите говорю о мысли но вы связаны вы с этим благодарны вы это принимаете как нормально другие нет с эти вокруг тысячи людей миллионы которые им не нравится моя мысль то есть я тоже получается не могу никак спорить со мной что-то доказывать свое не будут согласны и черния задаться вопросом так как же не им донести что треснуть землю что логить какой-то огненный меч и хряс на кем по голове и потом сказать поняли видите дымится голова вот теперь если не сделайте теперь поняли что это правда все сколько правда мы теперь поняли да нафиг вы мне нужны такие обужение ничего не поняли на самом деле они не нужны такие верующие то есть так нельзя доносить истину поэтому ко всяким идеям должны взяться прежде всего те кто как-то к этому созрел если уже хочется что-то большое это если это большое не принимает либо ваша идея неправильно либо другие просто еще когда недозрели их нельзя к этому толкать они все равно это не сделает нормально но это вот если в больших каких-то масштабах а ваших еще проще должно проситься то есть вы не должны делать из себя учителей не должны делать таких занимать позицию наиболее зрячих наиболее умелых наиболее способны потому что это попытка занять такую позицию такой пьедестал в принципе начинает противоречить духу законов истины побежать скромность все должны сходить из смирения и скромности они с готовностью повести куда-то какую-то группу своих соратников направлений быть впереди давать указания то есть у вас не должна быть такая позиция если вас выдвинуть скат и знаешь дорогой ты когда часто говоришь такие интересные мысли мы сейчас видим ну лучше разбираешься по будь покажет организатором мы хотели бы тебе доверить это чтобы ты организовал наши усилия то есть они тебе предложили тогда деваться некуда ну хорошо скажите спросите если уж ошибусь но давайте попробуем сделать что-то все это нормально попытка занять такую дорогую вещь но никогда вы старайтесь сами ее занять это тоже ошибка у вас наглядный пример колоссальный сейчас когда все лезут подержаться за руль в помощь государству обществу миру и что от этого получается и руль весь исцарапан и сломан исписан уже покрыт какой-то непонятно каким-то цветами оттенками друг друга перед били друг у этого руля и все пытаются крутнуть в какую-то сторону и так счастья никто не достигнет никто не прибудет в нужную какую-то величайшую удивительно чистую страну такими методами поэтому как бы ни с этим рулем не боролись друг у друга вырывая его из рук ничего хорошего не будет потому что это принципиальная ошибка она не должна привести к благу вообще в принципе это не должно привести к благу поэтому какие бы лозунги кто-то не выставлял действуя таким образом как сейчас я уже обозначил не будет блага его не может быть оно совсем в другом направлении и совсем по-другому туда надо двигаться тут нужен не принцип зверя как живут люди а это выживание а это попытка повести громко доказать блеснуть чем-то скоординировать движение стать руководящей занять должность и как правило добиться этого разными методами это ошибка хорошего не будет будет как всегда в какой-то момент лучше достижение будет в какой-то худший но в принципе это ошибочный путь все совсем должно быть по-другому должен подход быть совершенно не звериный не в попытке доказать а когда вы уже созрели вы сами начнете выбирать и выбирать без всяких доказательств по многим нюансам которые вы будете чувствовать видеть ощущать то есть понимать то есть у вас должен быть совсем другой критерий выбора сформироваться но для этого надо очень многое перестроить так что научитесь не переживать того что что то которое что вам хотелось бы донести ближним они этого не видят нормальное обычное условие которое на самом деле не должно вас расстраивать а расстраиваетесь у вас неверный взгляд на происходящее принципиально неверный то есть вы сохраняете значит тот взгляд которым пользуется весь мир на этой планете то есть принципиально ошибочный взгляд на происходящее меняйте его поэтому я поставил перед вами задачу которая выглядит интересно вам приятно слушать многое но она колоссальную сложность несет она поменяет принцип весь принцип ваше восприятие реальности это то на что вы в крови настроены воспринимать как то происходящее каким-то образом я буду менять все это то есть все начнет в противоречие входить и пока вы будете хранить что-то из вам знакомого вам вам будет сложно сделать мое вы все время будете попадать в какой-то конфликтность у вас не будет ничего получаться и вы будете удивлять да что ж такое у вас хороший замысел не будет получаться потому что вы пытаетесь добиться своего не того что я даю то что вам привычно то что вы видите правильно поэтому чтоб мое сделать чтоб наполниться моим заполнить меха которыми вы являетесь только моим вам надо пойти в помойном ядре выписывать все то что вы имеете потому что там это не цена и наполнить свое на здоровье но пока вы храните свое какую-то часть владельца я не наполню больше только ту часть которую вы позволите и все остальное все будет конфликтовать но вы не сможете остальное принять потому что вы храните свое вот она колоссальная сложность и все будет зависеть от вашего доверия это нельзя заставить взять какими бы молниями я не дряхнул на благах не получится сделать верующими оставить людей тех кто не дозрели по крайней мере от этого мне нужны те кто сами поняли что они больны что они нуждаются в исцелении и что им нужен именно этот конкретный доктор они должны это ощутить вот тогда и есть смысл что-то с ним делать с остальными не получится у остальных будет другое состояние делать что-то что посильное им в тех условиях у них тоже будут свои какие-то задачи свои выбор стоять и это будет то что от них на тот момент ожидается на этот момент но туда и помняташ так что такая же параллель где-то она и касается вас вы должны только понимать что вашу идею примут те кто к вам сумели вместе ваши выбрать идеи хорошо значит более-менее вы уже созрели если большинство выбрали значит большинство как-то уже созрело к вашей идее интересно значит кое-что вы сможете сделать вас большинство не смогли выбрать все но нет этого большинства вашей идеи и либо она просто пока еще неправильно в чем-то допускает ошибку либо просто еще эти люди не совсем дозрели к этому они не смогут все равно это сделать ну ладно не получится хорошо делаем то что ну что еще тогда какие еще идеи есть такие давайте эту идею попробуем ага проголосовали большинство замечательно давайте делать все попробуем с готовностью вы рядом вы чувствуете плечо друг друга и может быть вам и кажется что это неверная идея но вы прежде всего цените то что вы рядом и будете делать эту возможно ошибочную ситуацию а может она и не ошибочная вы тоже себе должны это проговаривать потому что ошибка в вашем взгляде вполне вероятно поэтому находиться в полной какой-то сохранять полную категоричную уверенность что там ошибка а вы правильно думаете это уже ложная позиция личная неправильно это эгоистический взгляд он ошибочный он мешает быть духовным в развитии поэтому допускайте всегда что ваш взгляд как бы он не казался вам интересным что он вполне может быть ошибочным вот тогда у вас открывается возможность более-менее объективно оценивать что-то новое но если вы четко держитесь за свою правду которую придумали и которую чувствуете как будто бы всем сердцем что это правильно если вы за это зацепитесь не сдвигаем вы слабы духовно вы незрелы значит то есть у вас ошибочная позиция так нельзя делать правда все равно будет торжествовать никуда вы от нее не дейтесь истина все равно вас торжествует но не когда вы ее заставите видеть у них нет она сама по себе встанет на свое место вы просто научитесь общаться друг с другом по-доброму с доверием общаться ничего не навязывать не пытаясь быть руководителями не пытаясь быть наставником то есть следите за свою речью наставляете вы ближнего или просто делитесь каким-то взглядом делитесь хорошо мы поделились это же не значит что тут же он подпрыгнул побежал и радуется как здорово какую мудрость ему показать не он может увидеть может не увидеть не важно вы поделились все вы сделали свое дело как дозреть до чего-то оно изменится не дозрел не будет меняться пускай они меняются нормально все идет еще раз возвращаюсь завершая опять всю нашу встречу учитесь общаться не навязывайте ничего с улыбкой по-доброму относитесь к другим взглядам учитесь узнавать через эти другие взгляды другого человека потому что вы увидите какой-то нюанс который характерен именно этому человеку у другого будет другой оттенок познакомьтесь с ним узнайте его с ним познакомьтесь с другим взглядом какими-то новыми оттенками для себя вы будете узнавать разнообразие такого происходящего и учиться с каждым общаться с учетом этих оттенков тогда вы такой становитесь покладистым в общении когда с вами проще разговаривать не начинаешь напрягаться не надо возникать ощущения не возникает что-то вам доказывать защищаться от вас с вами будет приятно и комфортно общаться потому что вы учитываете нюансы человека и настраиваетесь на его лад общения от этого надо учиться делать вот самая главная ценность вот когда вы это будете устраивать ну у вас вообще компания будет ну не разлей вода вы самые дорогие будете друг перед другом всегда встречаться будете с улыбками будете очень друг друга близко ощущать будьте как одно родное целое вот таким родным целым вы преодолеете любые сложности какие бы ни были на вашем пути вы вместе так сможете пройти многое а сейчас это видимо по всей видимости по всей видимости по всей видимости не могу так что-то утверждать но не моя эта область но по всей видимости как мне смотрю происходит ну где-то как будто бы достигли какой-то пиковой ситуации поэтому сложности могут развернуться с невероятностью широтой масштабом и от того как вы как вы сейчас друг за другом зацепитесь и будете относиться сейчас будет очень многое решаться в вашей жизни уже достаточно существенно даже глобально ну так что будьте верующими по-настоящему учитесь духовность воспринимать грамотно так значит смотрите повнимательнее друг на друга и не тащите друг друга ни в какую сторону просто идите и помогаете друг другу и вы мало-помалу хотя и будет казаться что вы как будто бы тяготеете в разные стороны вы пойдете в одном направлении со временем вы пойдете в одном направлении неизбежно но пока вы имеете особенность взяться за работу как едет радостью вытащите в разных направлениях это просто специфика накопленного опыта вы постоянно тяготеете к разделению к обособлению это эгоистическая фишка которая утверждена во всем мире и тысячелетиями укрепляется поэтому вас чтобы собрать воедино вас надо пугать придумывать разные законы создавать какие-то фишки связанные со словом патриотизм чтобы как-то вас объединять вместе как-то заставлять вас быть вместе в одной стае которая должна защищаться от других стаи то есть вам создается образ который вынуждает вас как будто бы объединяться но это дикий закон это подход звериный но вы же вроде бы люди значит вас что-то объединять должно не звериное не инстинкт не эгоизм должен вас объединить а сердечное ощущение чувства что вы родные вы дети одного родителя вот вас должно объединить это поэтому вы прежде всего даете осознавать себя как человека на этой земле не то что вы русский не то что тот украинец не то что кто-то там грузин кто-то еще кто-то неважно говоря о национальности вы неизбежно противопоставляете себя с кем-кому-то вы человек если вы скажете себе да я человек кому вы можете противопоставить в таком случае себя только зверю или еще кому-то не человеку именно не человеку у человека не может возникнуть такого желания вам противодействовать вы же человек а он готов будет совместить а он же тоже человек но как только вы начнете переключать на какие-то эгоистические окраски вы уже будете входить в ситуацию разделения друг с другом поэтому вот это уметь осознать вот это единство ощущение единства очень важно и соответственно положить правильное к этому усилие поэтому вы объединиться должны любя друг друга проявляя готовность быть полезными друг другу где не ожидаете будут вам полезны окружающие нет вы не можете жить по-другому кроме как стремиться быть полезными вот это самое главное что вас должно вести а значит чтобы оказаться полезным одному другому третьему тысячному надо понять особенности этого человека и сделать полезное что-то с учетом этих особенностей а не потому что вы считаете вот так ему будет полезно не учитывая его нюансы просто вы увидели и вам кажется вот так вот тебе вот так будет полезно бери не хочешь значит иди отсюда это будет эгоистичный глупый подход каждый будет нуждаться в какой-то своей форме полезности не одинаковая у всех а своей с каким-то оттенком неповторимым который больше нигде не потребуется повторять вот и узнавайте друг друга соединяйтесь друг с другом в это единое целое настоящее не животную стаю а человеческое сообщество как одна семья ну все желаю вам счастья друзья успокойтесь и пробуйте делать тихо тихим сапом свое доброе дело ничего не доказывает никому вот тогда я почувствую ваше единство поэтому еще раз повторюсь в этот момент что вы имеете склонность разделиться в разные стороны wider вы просто имеете это в основе вам надо перестать этого бояться сейчас и сконцентрироваться на том что я вам даю поэтому успокойтесь ничего друг другу не доказывайте хотя будет казаться все же по другому смотрят в разные стороны потащу да вы будете склонны иметь возможноесть потащить в разные стороны но если вы начнете правильное усилие прилагаться вы в конечном итоге хотите того не хотите И как бы так, понимаете, не понимаете, вы невольно пойдете в одном направлении. Потому что основа у вас одна и та же заложена. И принципы одни и те же заложены. Вы просто их усложнили эгоистическими взглядами на жизнь. Слишком много ложных сформировали фишек, разных установок, и они вас делят друг с другом. Это все должно потихонечку отмереть посредством того, вот этих направлений, которые я вам сегодня еще раз обозначил. Умение правильно общаться. А у вас все это лишнее отойдет. Вы и начнете двигаться в одном направлении. Со временем. Не сразу. Но это должно пройти естественно. А не когда проявится какой-то гений средь вас и так умело организует этот труд. И прямо так он будет гореть, все он поведет за собой, знамя схватит, большое руку. Нет, это все революционные, эти все грустные, забывайте. Все будет нормально. Но по-другому, не так, как вам знакомо. То есть я вам открываю все новое на самом деле. Хоть и говорю знакомые фразы, какие-то знакомые образы, но они порой вам кажутся знакомыми и приятными, потому что вы где-то внутри уже к этому созрели. Поэтому вы и откликаться начинаете чувственно на все, что я вам говорю. Но на самом деле я открываю то, чего у вас нет. Вы к этому еще прийти должны. Вы имеете что-то в этом отношении. Но оно нуждается в сильнейшей еще огранке, дополнительно много деталей, но надо вам избой, чтобы все, что вы имеете, оно действительно расцвело нормально. И помогло вам нормально развиваться дальше. И жить хорошо. Ну все, все, идите, гуляйте, работайте. Ладно, счастья вам, друзья мои. До встречи. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok ДимаTorzok ДимаTorzok